Ты теперь тоже враг народа. Как можно просто дальше жить и делать вид, как будто тебя не касается? Сейчас другое поколение Z. Каждый из нас мог сделать больше. Пожалуйста, притихни. Я знаю, что я лично мог сделать больше. У меня больше нет друзей. Да, я сделал это с гордостью. Наши интервью четыре с половиной года назад заканчивалось вопросом «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» Спасибо за то, что уронили Запад. Все. Многое изменилось за четыре с половиной года? Очень. Что изменилось? Ну, я больше не строю себя долбоеба. Понимаешь? Эшкере. 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 Да, конечно. Эшкере. Я больше, ну, то есть, включил свою голову настоящую. Я меньше прикрываюсь образом, стараюсь думать как-то. Эшкере. То есть, я был, когда мы с тобой встретились четыре с половиной года назад, я был очень таким, знаешь, закрытым человеком, заложником своего образа и действительно в него верил. То есть, мне потом казалось, почему-то, знаешь, что… Помнишь, даже мы с тобой на GQ тогда общались после премии. Мне казалось, что ты на меня как-то огорчился или обиделся. Потому что, ну, это реально казалось, потому что почему-то было у меня такое ощущение, что, ну, там, знаешь, с моментом, когда я там побрился и стал нести какую-то другую повестку, у всех людей, в том числе и у тебя, кто со мной общался до этого, могло возникнуть такое ощущение, как будто я, знаешь, там, что-то обманул или что-то такое, знаешь, там, ну, как-то поиздевался. Вот так. Ну, то есть, как будто я себя вел, как Слава КПСС, понял? В таком духе. Вот. Но, на самом деле, это не так. Я реально просто, ну, верил в это. То есть, реально просто, блядь, помешанный какой-то был. И мне прямо через кризис пришлось пройти, чтобы от этого освободиться. Поэтому, да, поменялось очень многое. Я стараюсь быть собой, настоящим, такой, какой я есть внутри. Потому что и тогда я, на самом деле, не был совсем каким-то потерянным долбоебом. Но определенно был намного глупее. И ко многим вещам, в том числе и к Путину, я относился исключительно как к каким-то мемам с точки зрения моей психической самозащиты. То есть я сам себя так защищал. Как, в принципе, очень большое количество народа в России себя защищает. Ну, среди молодежи и все такое. Они не хотят серьезно думать, кто такие. Путин, Лавров, там, еще кто-то. Они такие, а, это мем. Ха-ха. Коры. Вот так. Слушай, ну, ты же понимаешь, что никаких обид тогда не было. Наоборот же… Конечно. Наоборот, тогда же цель того выпуска была показать людям, которые постарше, что собой представляют вот текущие кумиры у всех юных чуваков. И большой фидбэк тогда был относительно того, что, блин, да он не такой уж и страшный. Ну, да, это… Не знаю, думали, что я там сейчас начну колоться, наверное, там, как Джи Джалин, разобью себе, блядь, бутылку, насру там, не знаю. Может быть, так думали. А я такой пришел, ну, просто рассказывал там половину правды, половину хуйни какой-то, если честно. Ну, и все. Мы в Брюсселе. За моей спиной Гран-Плас. Одна из самых красивых площадей Европы. Я бывал здесь раньше, но путеводитель читал не очень внимательно, и поэтому не знал, что многие здания на этой площади были построены различными богатыми гильдиями. Что-то среднее между корпорацией и профсоюзом. И символизируют эти здания разные профессии и ремесла. Вот это с гусем дом мясников, а вот это дом пиловаров. И музей бельгийского пива как раз внутри. Про смысл отдельных деталей можно только догадываться, но выглядит это все в любом случае очень эффектно. Вот это дом пекарей. Вот это смазчиков. Была такая профессия раньше. Это дом плотников, лучников, лодочников и галантерейщиков. Чем мы сюда приехали? Приехали мы сюда поговорить про профессии, потому что это рекламная интеграция про сервис «Профи», где можно найти классного специалиста почти под любую задачу. Мы уже несколько раз пользовались «Профи», чинили с сантехником кран, брали тренировки по воркауту, разбирали с репетитором по-русскому ошибки в речи. Сейчас здесь доступно более двух миллионов профессионалов. Среди них много тех, кто оказывает услуги дистанционно. Репетиторы готовят к экзаменам, бухгалтеры дают консультации по налогам, юристы по составлению документов. И еще большое количество специалистов, которые могут быть полезны на расстоянии и не только. С помощью «Профи» можно найти специалистов более чем 900 видов услуг. Искать «Профи», который нужен именно вам легко и быстро. Описывайте задачу, указывайте комфортный ценовой диапазон, изучайте отклики и выбирайте того, кто вам подходит, ориентируясь на отзывы и рейтинг. Ну а если вы сами профессионалы, то с помощью «Профи» удобно находить новых клиентов и получать заказы. Для специалистов здесь есть отдельное приложение. Все подробности по ссылке в описании. Переходим и пользуемся «Профи». Про изменения, которые произошли, мы чуть-чуть позже поговорим. Начнем с актуального. Как появился твой пост про войну, в котором ты сказал, что в Россию больше не вернешься? С момента начала войны мне было очень тяжело. И я прошел через многие стадии. Была и стадия отрицания. И стадия того, что… Как бы вот эта сейчас повсеместная глупость людей про то, что, знаешь как, идет очевидно полный трэш, убивают людей. И у каких-то там наших деятелей есть еще… Вернее, нет наоборот мозгов. И они идут в Инстаграм и пишут про русофобию. Первым делом. То есть вообще, в принципе, сейчас это какое-то неблагодарное дело. Но уж если уж ты это делаешь… Ладно, ну дурак ты, как бы похуй. Ты скажи сперва о том, что происходит изначально. Что катализатор русофобии в данный момент. Вот. И через эту стадию я тоже прошел. Просто у меня хватает мозгов, как бы, ну, не знаю, не транслировать все там в первые дни, что у меня творится в голове. Потому что, ну, психика, она работает по-разному. То есть, ну, я не могу сказать, что… Знаешь, там… Ну, я не могу отменить тот факт, что я русский. То есть я не горжусь этим, но я не могу отменить. Я не горжусь тем, что я русский, но я не стыжусь глобально. В данный момент мне стыдно за действия всех граждан России, в том числе и меня. За то, что происходит сейчас. За то, что каждый из нас мог сделать больше. И я знаю, что я лично мог сделать больше. Но глобально я вообще не считаю, что нация – это что-то значит. Потому что это как гордиться тем, что мой папа – это мой папа. Ну, блядь, ну, ты ничего для этого не сделал. Гордиться надо, я считаю, тем, что ты сам сделал. И то очень так осторожно, потому что гордыня – это грех. Разумеется, у меня были разные какие-то моменты. То есть я-то понимаю все. Я такой, как бы, ну, знаешь, там, первые дни я тоже об этом думал, возмущался что-то там. Но я это делал все про себя, в разговорах каких-то личных. Там, типа, ну да, война. Ну да, там, Путин начал все. Ну да, там, у нас там наша армия, там, какая-то огромная там часть нашего народа это поддерживает. И все такое. Ну, как бы, блядь, типа, судите их. А я-то, как бы, вообще всегда против всей этой хуйни был. Как бы, за что я-то сейчас страдаю? И у меня реально ушло несколько дней на то, чтобы просто понять, что я страдаю сейчас именно из-за моих граждан. Из-за нашего государства, из-за нашего президента. А не, блядь, из-за того, что Европа на меня накладывает санкции. Не говоря уже о том, что это все такая, блядь, просто мелочь, по сравнению с тем, что сейчас происходит с украинцами. Ты понимал, что этим постом ты, ну, натурально отрезаешь и формулировками, и тоном, ты отрезаешь себе дорогу домой? Да, я сделал это с гордостью. Просто я счастлив. Я был счастлив от этого поста, и я сейчас счастлив. И буду счастлив, пока я буду дышать. А объясни, почему? Потому что я дал самому себе, в первую очередь, понять, что я человек. Что я не могу жить, ничего не сказав об этом. Что я не могу, блядь, просто взять и выложить. Смотрите, у меня новый трек. Ничего не сказав об этом. Что я не могу выложить фотографии, не могу ничего выложить, не упомянув эту тему. Мягко сказать, тему. Это война, блядь, я не знаю, ну, я не знаю просто, как можно такие вещи видеть и о них просто молчать. Или говорить о них какую-то ложь. Ты сказал, что ты разочарован тем, что люди, с которыми ты рядом жил, с которыми ходил в один магазин, это поддерживают. Это какие-то конкретные люди, какие-то конкретные примеры? Да, люди, которых я считал своими лучшими друзьями, поддерживают это. И они больше не мои лучшие друзьями. У меня больше нет друзей. О ком речь? О тех пацанах, двух пацанах из Уфы, про которых ты часто говорил? Да. Они поддерживают? Да. Какие у них аргументы? Бля, если честно, я просто с их аргументов, ну… Мне стыдно, реально, мне стыдно просто даже это говорить, но я скажу. У одного аргументы как бы еще более или менее ватные в каких-то границах. А ты видел, как там флаг топчет советский? А ты видел, как там каких-то ветеранов там что-то где-то бьют в Украине якобы? Вот. А ты видел, как там… Короче, где вы были эти восемь лет? Вот это все. Так, окей. Да. Это в таком духе там Донбасс, как через М называют его многие, блядь, российские звезды, в том числе нацисты. Вот. Это одна позиция. Ну, я как бы… Ну, блядь, мне нечего сказать. Ну, я просто что-то попытался там и, блядь, хуй забил просто и все. А второй человек, ну там вообще какие-то ужасные вещи просто говорил. Ну, тоже в духе, я не знаю, мы с ним обсуждали просто какую-то экономику, там еще что-то, помимо того, что война как бы. То есть он занимает такую позицию тупую, блядь, что сейчас экономика вся западная ушла. И сейчас русский новый, блядь, Макдональдс, Киевси, Инстаграм, блядь, все воспрянет, и мы здесь вообще станем миллионерами. И я сказал, ну, во-первых, эта хуйня, ты экономику вообще не знаешь, дружок. А во-вторых, я-то ее не знаю, ну, блядь, хотя бы пару подкастов послушай, каких-то, не знаю, адекватных, и уже что-то примерно будешь понимать каких-то людей, кто этим занимается, разбирается в этом и все такое. А не вот эти, я не знаю, мемы ВКонтакте, блядь, или что там. Вот. И во-вторых, я сказал, даже если бы это было так. То есть ты считаешь это нормальной ценой жизни мирных граждан и людей. И он мне сказал, ну, куда деваться, как такова цена. Твоя цитата. Кого стоит винить еще? Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех музыкантов. За то, что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно. Чье молчание музыкантов или просто известных людей огорчает тебя больше всего? Я не знаю, всех. Ну, то есть, блядь, все известные люди, которые молчат сейчас, они у меня вызывают огорчение. И еще больше огорчения у меня вызывает только два типа людей, как в песне белорусского артиста. Вот. Первый тип людей — это коты Леопольда, мы их называем. Вот эта хуйня в духе «лишь бы не было войны». Ох, лишь бы не было войны. Война — это плохо. Но кто виноват, блядь, об этом и говорить не будем. Лишь бы не было войны. Ребята, это ужасно. Давайте жить дружно. Давайте не будем срать друг друга в комментах. Вот это все. Давайте не будем русофобами, блядь. И второй — это те, кто высказывает откровенно «за». С буквы Z. Вот таких людей. Ты был не участником, а гостем концерта «Я буду петь свою музыку», когда рэперы поддерживали хаски. Выступали там «Нойз МС», «Оксимирон» и «Вася Баста». То, что Баста не сказал ни слова, тебя удивило? Нет. Ну, мы же прекрасно знаем, какой Баста человек, артист. Он хороший человек? Я не знаю его лично. Это во-первых. Я не знаю, хороший он или плохой, но я знаю, что у него, очевидно, позиция двух стульев. Он и нашим, и вашим. Как бы он для себя. Для себя лично. Он не для вас, и не для вас, и не для вас. Он для себя. Для себя, для своей семьи. Очень русский подход, на самом деле. И очень грамотный бизнес. Потому что с точки зрения бизнеса, даже какое-то слепое поддерживание тоталитарного режима в России это может быть не самое грамотное. Не говоря уже о том, когда артист двигается, как я, к примеру, да? Или как Мирон. А у Басты самое грамотное. Я и тут, и там. Все классно. Важный вопрос. Можно ли обвинять человека в том, что он боится? Высказаться, например. В данной конкретной ситуации. Ну, это действительно сложный вопрос. Потому что я вообще не склонен судить людей, исходя из того, в ком есть смелость, а в ком нет. Но я, как человек, который считает, что без единичной какой-то смелости в людях ничего не может произойти в плане коллективной смелости, наверное, склонен обвинять любое малодушие. По крайней мере, сейчас. Ну, то есть, есть масса каких-то вещей, на которые еще как-то можно в целом посмотреть, ну, там, не однобоко. Ну, то есть, условно говоря, я еще хоть как-то, и то очень с машиной тяжкой, но могу понять какую-то позицию людей, которые в духе, там, говорят, ну, что я буду, там, за Навального вступаться, я, там, не его сторонник, там, или что-то еще такое. Но здесь вот, ну, я просто не знаю, здесь просто, мне кажется, не может быть вот этого вот черного и белого, блядь. Здесь есть вот просто вот ситуация, которая абсолютно черная. И, как бы, если ты медийная личность, по крайней мере, да, там, большая, я не понимаю, как можно вот просто дальше жить и делать вид, как будто это тебя не касается. Когда ты гражданин, когда ты налогоплательщик, когда ты живешь, если в России, когда ты зарабатывал с Украины, к примеру, еще тем более концерты там давал, ты видел этих людей, блядь, ты видел их глаза, тебя принимали там какие-то люди, водили тебя по каким-то местам, кормили там где-то тебя, я не знаю. Понятное дело, что страх, он есть у всех, но страх — это то, что лишает нас жизни, мне кажется. Мы в Греции. Почему ты уехал сюда? Я уехал не окончательно. Я здесь нахожусь временно. И сейчас, грубо говоря, там, со дня на день я меняю место локации пока что по своим личным причинам, там, визовым каким-то еще. Почему я уехал сюда? Во-первых, потому что здесь, сюда можно уехать. Ну, как бы, открыты границы, официально можно уехать, сдаешь ПЦР-тест, спутник там работает полгода здесь и все такое. Мне здесь очень понравилось, когда я здесь был первый раз. Год назад приезжал я, и за это время я здесь четвертый или пятый раз. Здесь красивые закаты, красивая луна, здесь вкусно пахнет, здесь классный климат, кроме лета, но на него можно уезжать, если ты здесь живешь. Потому что жарко очень летом. Здесь отличное отношение к детям, к животным. Люди в целом нормальные, адекватные. То есть вкусно здесь. Не знаю, здесь уютно. Ты как будто на даче у бабушки. В середине марта ты сказал, что больше не вернешься в Россию. Расскажи, как зрело это решение. О, решение зрело, на самом деле, с самого детства. По крайней мере, как минимум со старших классов. Я когда еще жил в Уфе, учился в восьмом классе, у меня были очень большие такие, знаешь, амбиции внутренние когда-нибудь вырваться и просто как угодно, хоть нелегалом, хоть на пароходе съебаться вот там в Лос-Анджелес куда-нибудь. Мне казалось, что это какое-то супер-классное место. Что там культура, рэп, там все, что, короче, я люблю. Что там солнце, что там климат, классный океан. А здесь, в Уфе, как бы я просто, ну, какой-то живу по гибели. Не говоря уже о материальных каких-то вещах и ценностях. Вот. Потом как-то, ну, у меня были разные периоды. Там вся интернет, весь интернет, в принципе, знает о том, что я был там когда-то и право радикалом, когда был подростком. То есть и всякие разные моменты были у меня, разные взгляды. То есть есть видео смешное, где я сижу со своими лучшими на тот момент друзьями и обсуждаю в 16 лет. Мы первый раз или второй в жизни пили водку. Вот. И я обсуждаю, как бы, и говорю, пацаны, там, типа, блядь, надо, вот, жить надо в Уфе. Там у меня кореш говорит, я хочу домик в Карелии когда-нибудь. Я говорю, это все хорошо, но жить надо в Уфе, на нашем районе, блядь. Типа, вот такой настолько патриотизм, понял? А потом, когда начал заниматься рэпом и все такое, я как-то стал смотреть более приземленно вообще на все, в принципе. И как-то сфокусировался больше на музыке, на том, чтобы вытащить себя из говна хотя бы материально для начала. То есть, безусловно, это была первая и главная мотивация просто не потеряться на тот момент, потому что школа закончилась и что делать не знаю. Вот. И просто вытащить себя и семью из говна материально. Вот. И я как-то просто поставил цель, когда в Питере побывал, в Питер сперва переехать, потом уже в Москву. Но, короче, в Москве я очень быстро снова стал задумываться о том, когда вот уже был там успех первый, наше с тобой интервью, бургеры, там, я роняю запад, бэби, вот это все. И начал задумываться о том, что, блядь, типа, мне плохо в Москве, то есть мне тяжело. Ну, то есть там первый год очень тяжело было, первый вот осень, когда там все-все навалилось, там, и отношения там какие-то очень серьезные тоже с известной девушкой, там, туда-сюда, короче, ну, очень много всего. И мне было очень тяжело, и я стал снова думать о том, что Москва — это, скорее, перевалочный такой пункт, типа, блядь, это какой-то мордор, отсюда надо, типа, съебывать. Вот. И по итогу, по итогу я как-то успокоился, то есть, ну, я такой, а что, зачем, в конечном счете, то есть мне все нравится, я, там, русский, я люблю Россию, я пою на русском, то есть там, ну, ту Россию, которую я вижу в себе и в моих единомышленниках, об этом мы сейчас поговорим позже, я думаю, вот. Я, мне нравится в Москве, потому что здесь удобно, здесь вкусно, я люблю пожрать и все такое. И как-то вот это все меня затянуло, какой-то вот этот конформизм, какое-то удобство, и я вот вплоть до конца того года с переменным успехом я думал о том, чтобы уехать время от времени вот так, знаешь, наплывами. То есть я вот, что-то происходит, что-то происходит, вот, например, когда «Пути неисповедимые» я выпустил, вот, я такой, типа, ну, все, там, грубо говоря, я был в настроении, что я, там, на войну пошел как будто. И я такой, блядь, ну, типа, вот как инстинкт самосохранения толкает, типа, надо это куда-то, надо куда-то уехать или хотя бы какой-то подготовить, там, запасной вариант, фронт какой-то, пути отхода какие-то, если уж ты, типа, воюешь с кем-то. Все, надо уехать, потом снова, как бы, все, ничего не происходит, как бы, похуй, вот. То же самое, например, в том году, когда я Навального поддержал, тоже опять паника была, пиздец, ну, то есть, там, надо уехать, опять, там, что там будет сейчас непонятно, там, экстремизм, не экстремизм, что там пришьют. Потом как-то вроде ничего не происходит, как-то чуть-чуть успокоился. Но потом все-таки в конечном счете меня это все настолько доконало, то есть, ну, все вот эти проблемы с концертами. То есть, я не говорю про общую даже ситуацию в стране и про вот это все, про наш народ, про то, что у него в голове сейчас. Даже вот просто про мою жизнь, про мою карьеру. Я просто настолько уже стал уставать от того, что меня, как бы, душат постоянно в регионах. У меня последней каплей стало, вот, когда начались разговоры про войну с Украиной. Я тогда подумал, что, ну, просто это уже пиздец. То есть, просто разговоры даже. Вот там на «Медузе» еще где-то я стал читать, и то просто говорю, блядь, нет. Ну, как бы, такого я уже, как бы, ну, не могу, блядь, вытерпеть. И я просто с первых там, ну, грубо говоря, там, с ноября по декабрь я что-то как-то еще так это не верил в это. Потом, когда, ну, уже месяц пошел, все, говорят и говорят, говорят и говорят. Но меня это стало так давить, 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 и я думаю, блядь, ну, что-то мне это не нравится. И я не готов жить в стране, которая, блядь, воюет с Украиной. И стал потихоньку уже смотреть мысль какую-то, чтобы хотя бы, даже если продолжать как-то, ну, вот, петь на русском, работать на, ну, там, в России, пытаться тоже хотя бы как-то себя изолировать на постоянное место жительства в другую страну. Ну вот. И ты уехал в конце декабря? Я уехал в конце декабря, я на две недели возвращался, вот, в этом году еще до войны. И я, то есть я уехал 23 декабря, вернулся 26 января, месяц у меня не было. Две недели я побыл, и 7 февраля, за три недели до войны, получается, ну, за две даже, я уехал. Ты сказал, что тебя заколебало, как тебя душили. Как тебя душили? Ну, вот классический пример просто моего осеннего тура, вернее, его попытки. Вот, как они это делают? Звонят из каких-то органов, там, ФСБ, там, еще что-то, еще что-то. Звонят на площадку или организаторам, или даже, ну, там, в Москве это было, какие-то, условно говоря, люди, там, из администрации президент. Вот, они встречаются, они звонят, и начинается. На площадку или тебе? Площадку или организаторам? Мне нет. Я называю это трусостью. То есть, ну, это, наверное, трусы. То есть, не знаю, скажите мне что-нибудь. То есть, ну, придите мне, скажите конкретно что-то. Как-то дотянитесь до нас, у нас что-то узнаете, нам что-то скажите. Нет, они звонят площадку, именно звонят. То есть, они не пишут официальных бумаг, ничего такого. Именно звонок, вот это вот отменяй. Все пока. А не отменишь, ты знаешь, что будет. И особенно если это в регионах, где все тяжело с бизнесом и так, у нас вообще очень тяжелая в России почва для бизнеса, то все, как бы, ну, начинается полная нюня уже, там, типа, организаторов и площадок. И, к сожалению, я могу их понять и в какой-то степени даже не осуждаю. Но, с другой стороны, учитывая всю нынешнюю ситуацию, я немного согласен с тем, что я говорил в порыве ярости про организаторов и площадки. Я всегда говорил Богдану, что, блядь, типа, вот смотри, что они делают. И пока они будут прогибаться перед ними, блядь, у нас никогда не будет ничего нормального. Ну, у индустрии музыкальной и вообще, в принципе, у людей ничего не будет. Потому что, блядь, именно по малым делам, именно вот так вот по одному точечно, когда каждый начнет сопротивляться, тогда что-то начнет меняться. Твоя глобальная трансформация случилась во второй половине 2018 года. Про это есть и большой текст, и видео BBC, где подробно описано, как все это происходило, как ты готовил альбом «Пути неисповедимы». Много ли народу тогда подумали, что вот этот альбом и твои взгляды, то, что ты уходишь в протестное творчество, это не от души, а потому что ты таким образом решил себя перепридумать и зацепиться за новую волну резонанса. Слушай, я думаю, да. Я думаю, даже вот сейчас думают. Я думаю, что даже про эти мои посты так думают. И я с этим ничего не могу поделать, да и не хочу особо. Единственное, только мне не особо понятно, когда об этом думают так люди, с которыми мы, казалось бы, в одной лодке находимся, к примеру, солист группы порнофильмы. Вот это мне не особо понятно. Ладно, когда какой-нибудь далекий человек от этого всего, да? Но когда такие люди говорят, ощущение такое, что, я не знаю, ну... Ну, просто я не понимаю, зачем пилить сук, на котором ты сидишь, типа, то есть... Ну, слушай, может, он просто как бы не доверяет, а чтобы это недоверие рассеять, он с тобой недостаточно знаком. Может быть, но просто это странно, потому что мой главный аргумент в этом всем, это... Вот люди все, да, говорят, ты, ну, кто такую точку зрения придерживается, ты вот это сделал, чтобы там хайпануть, там денег заработать, да? Но о каких деньгах идет речь? Ты когда это делаешь в России, все пиздец. Ну, то есть у тебя проблемы начинаются в плане денег. То есть я с этим столкнулся, я знаю эту кухню изнутри, я к ней готов был, я на нее шел осознанно. То есть у тебя могут быть заработки, да, они у тебя даже могут возрасти, но они возрастают не из-за этого, а их бы просто было еще намного больше. То есть происходит что? Происходят с концертами проблемы. Вот все мои проблемы с концертами, это все начиная с путей несправедимы и дальше. То есть, условно говоря, вот эти все люди, которые пиздят про меня вот эту херь, они все ездят, все у них нормально, никто их не трогает, и они зарабатывают. Хотя они думают, что это я зарабатываю на всей этой теме, а я на этой теме теряю, наоборот, в плане денег. То есть я, приобретая что-то внутри, отдаю что-то из кармана. В данном случае они наоборот, как они хотят. Может, они просто судят по себе, я не знаю. То же самое с рекламодателями. То есть за... учитывая, что все-таки, как-никак, я, может быть, и не пытаюсь быть на всех радарах, но все равно, если я в этом стуле сижу, то я довольно все-таки узнаваемая личность. И за сколько лет? Ну, два года, да, там, два с половиной года, получается, наверное, нет, даже больше. Почти за три года у меня было только два крупных рекламных контракта. Это был МТС в 2019 году. И это был вот сейчас, блядь, Риба, который начался в день войны, сука. Вообще просто супер рекламная кампания. Вот. И почему? Потому что, ну, конечно, меня боятся. Все боялись в это вписываться. Это сейчас, как бы, и я рад, это сейчас стало достоянием, как бы, наоборот, когда человек что-то высказался. А тогда, блядь, типа, ну, пожалуйста, притихни. Все вот в таком духе. Или как бы будет бобо. Вот в таком плане. То есть даже какие-то послед... Там, не знаю, еще перед войной даже меня отдельно просили некоторые организаторы, и мне приходилось как-то чисто по-человечески идти на какие-то уступки, там, ну, там, хотя на самом деле все равно какое-то молчание хранил, но, ну, сам по своему желанию. Но мне говорили, там, пусть, пожалуйста, там, к примеру, Иван воздержится от политических комментариев на время того, как мы договариваемся с этими, блядь, ебанутыми людьми, чтобы он выступить смог. Вот. То есть как бы, ну, вот просто я понимаю, блядь, там, мои партнеры, я с ними сделал кучу концертов, типа, ну, я просто понимаю, что если я им скажу это, да, окей. То есть, ну, я не могу, к примеру, их подставить. Вот такие какие-то моменты. То есть, понимаешь, блядь, от того, что ты политическую позицию вот такую выражаешь в России, у тебя только одни минусы. Никаких плюсов для тебя нет. Кроме, может, биографии, Википедию, но это, блядь, всем насрать будет через сто лет. Понимаешь? Может, даже раньше. Сколько ты писал этот альбом? Ох, начал я его где-то во... Нет, наверное, первые наброски у меня были где-то в феврале. Закончил я его где-то к августу. Ну, короче, в целом, это все очень так... Полгода. Ну, так, потихой. Я очень медленно двигаюсь обычно в творчестве. То есть, так, очень мазками. Просто вот какое впечатление есть у разных людей? Это и мое впечатление, но я как бы проговаривал с другими и тоже натыкался на похожее мнение. Ну, когда он вышел, это выглядело невероятно сыро и прямолинейно. Ну, то есть, как будто человек решил выкричаться. Вот. Сейчас это звучит по-другому. Сто процентов. По-другому. Но при этом это все равно выглядит довольно сыро и прямолинейно. Просто время с этим альбомом изменило его в более насыщенную, цельную сторону. Поэтому то, что полгода, прям странно. Мне казалось, что это наоборот такой альбом Блицкрик. Не, это был Блицкрик в основной массе. Я имею в виду полгода, это когда я просто первый мазок какой-то там сделал. В духе там песня «Заточка» там какой-то просто там несколько строчек там, понимаешь? Здесь лются слезы матерей, Льются слезы, цветочек, Гнется кровь пацанов, Это страна-заточка. А так как-то вот усиленно прям, ну это лето. Июнь-июль. Вот так вот. Вот буквально 2-3 месяца. Июнь-июль. А в августе доработал, в сентябре выпустил. Вот. Надо мое мнение по поводу того, мнение мое складывается такое. То есть мне очень долго было обидно. Вот. То есть я в том числе и на тебя тоже как-то, знаешь, так, когда вот был, к примеру, выпуск с Идовым, я на Идова обиделся очень. Я такой, типа, блядь, чувак, мы с тобой там как-то. Ну такая, мне казалось, что есть очень, и до сих пор кажется, что есть такая очень популярная какая-то, знаешь, точка зрения, что кого-то принято, к примеру, восхвалять, независимо от чего угодно, кого-то хейтить. Вот. И как бы, ну я, то есть, что бы я ни делал, в принципе, при любом упоминании я объект массового хейта до сих пор более или менее. То есть, а есть, к примеру, какие-то другие там артисты, которым, ну там, критики, еще кто-то, еще кто-то, они ищут зерна. Там может быть какая-то, блядь, просто ужасная музыка, на ней скажут, ну, блин, ничего себе, типа, эксперимент, типа, понимаешь, да? Вот в таком духе. И все такое. Нет, есть, разумеется, артисты, которых заслуженно хвалят. Есть просто полная хуйня какая-то. И когда я выпустил этот альбом, и вот это все там, было много как бы хейта там, и от интеллигенции, и просто от людей, и как-то, ну да, меня это все расстраивало. И в том числе слайм, к примеру, более такой коммерческий, я написал именно на вот такой агрессии, что в духе, ах, вы вот как бы вот так со мной, сейчас я, блядь, типа в чарт их залечу снова там. И как бы так получился слайм и юморист. Но если бы не было путей, не было бы слайма и юмориста. Я могу прокомментировать свое решение? Потому что там моя цитата была по поводу того, что не кажется ли тебе, что фейс сдувается? Да. Песня по титрах. Фейс. Тебя покорил альбом политический? Нет, как раз... Как и всю интеллигенцию нашу. Но смотри, я просто к тому моменту не слышал песню юморист, когда мы записывали то интервью. Но ты же понимаешь, что просто как вот цельные произведения, трек-юморист, очень протестный трек, очень потом раскрывшийся еще более страшными рифмами и реализациями в жизни, но он просто сильнее, взрослее и просто качественнее, как высказывание, при том, что абсолютно тот же смысл, чем «Пути неисповедимы». Да, это супер трек, и я вообще очень рад, что я его написал. Надеюсь, у меня получится еще что-то лучше написать. Ну, понимаешь, в чем прикол? Просто «Пути неисповедимы». Они были необходимы. Не было бы их, не было бы юмориста. Потому что у юмориста это такое написанное «Левое полушарие слайм, правое пути». Вот так. То есть это реально как бы исходило просто из вот того периода, вот того полугода, когда я писал «Пути» и выпускал, ну, грубо говоря, когда я выпускал «Пути» и писал «Слайм». Вот это вот синтезировалось как-то, и я там вот абсолютно вообще как-то так, не задумываясь, его написал, и вот получилось то, что получилось. Так вот, насчет путей. Когда ты делаешь просто какой-то вот протестный хип-хоп-альбом, а я по сути считаю, что это такой протестный хип-хоп-альбом, то есть, ну, там, если ты, к примеру, послушаешь какое-то творчество там Public Enemy, да, или еще что-то 90-х годов, то ты в целом, вот при всем уважении как бы и при всей любви, а я действительно очень сильно уважаю Мирона, но ты, к примеру, послушаешь Public Enemy, корни протестного хип-хопа, ты такой, и послушаешь мой альбом, ты найдешь больше схожесть, чем, к примеру, у Мирона с Public Enemy. То есть, я считаю, что Пути — это классический протестный именно хип-хоп-альбом. И в нем есть свои падения и свои взлеты. То есть, что-то мне сейчас уже посля не нравится. Что-то мне нравится. Правда ли, что в Тель-Авиве ты пел не всем братьям салам, а всем братьям шалом? Да. Да. Реально так. Испугался? Нет. Посчитал неуместным? Нет. Просто здесь говорят шалом. Я даже вот реально, я даже только сейчас стал думать о том, как ты, вот, как это может выглядеть, как-то могло выглядеть, вернее. Просто мне было по кайфу. Мне очень... При том, что это все-таки довольно на энтузиазме сделанные выступления, как бы, да, на энтузиазме организаторов, меня. Ну, то есть, там, по-большому счету, ну, 100-200, ну, максимум 300 человек, не знаю, приходят. Вот. На такие выступления, там, когда это был в 19-й год, там был европейский тур такой же, где-то, например, в Берлине у меня был просто 120 каких-то человек, который просто такие, знаешь, обкуренные, не знаю, или какие они, пили они, что они делали, не знаю, такие просто, ну, абсолютно спокойные, очень-очень. Вот. И все это на энтузиазме делается, но это было прикольно. Там была компания интересная, там был Петя Верзилов, короче, ну, просто как-то классно время проводили. Марьяна, Богдан, короче, все было очень круто, и я такой, как бы, ну, где-то говорят салам, а вот здесь говорят шалом, я так понял, поэтому я, как бы, знаешь, чтобы быть на одной волне, как бы... Тебя очаровал вайп, поездка. Да, красивый ход такой, знаешь, я вот в этом видел именно это. В России тур той осенью после альбома у тебя провалился. Я слышал, что билеты задавали, потому что публика, которая за год до этого ходила на бургер и без гондона, они просто не хотели слушать про страну-заточку и Фемиду-богохульницу. Так и было? В целом, да. Я думаю, что проблема того тура, его провал именно в резкой смене курса. Брат — главный источник моего развития, говорил ты. Правильно я понимаю, что вот эта трансформация и твой уход в политические интересы без Богдана был бы невозможен? Я думаю, что да. Как это произошло? Ну, мы очень много общались о том, что происходит к выборам в 2018. Вот. Мы очень много обсуждали все, что происходит. Всякую возню вокруг нас, вокруг других артистов, вокруг блогеров. Всякие предложения, всяких там пиарщиков, которые работают. Рекламировать выборы 2018 года? Ну, в таком духе, да. То есть там, вот эта вот вся история изначально, да, на которую я там чуть ли по своей неосторожности и глупости не вписался, которую я рассказывал на BBC про «Я роняю запад». Точка 2.0. Тебе, если коротко, тебе предлагали туда встроить кадр с Путиным? В духе, да, что он там на медведя едет. И тебе бабла за это предлагали? Предлагали, да. И я даже скажу, что я тогда отказался, потому что мало предложили. Я посчитал так, что типа, ух, что-то, типа, вы столько бабок зарабатываете, а мне не предлагаете. Это знаешь, когда было? Ну, то есть вот примерно в период нашего первого интервью. Вот тогда, когда я на другой планете был. А сколько предлагали? Что-то там, не знаю, миллиона два-три, может, за такую интеграцию и типа за создание такого трека. Вот, и как бы сказал, чуваки, вы чем гоните? Такие бабки делаете? Просто, не знаю, там, миллиарды долларов наебываете на всех. Мне хотите такие копейки, да? Ага. Ну, то есть, я реально как бы не понимал. Вот реально, я не задумывался об этом, то, что это пиздец, если я такое сделаю. Реально не понимал. То есть я реально думал, типа, ну, что, блядь, он вставил в клип там Трамп, Обама, мемно. Ну, заебись тоже, мем. Че? Путин же очень большой мем. Всю дорогу. Это отдельная история, очень интересная, но он очень большой мем. Ну, вы стали это обсуждать, и он тебе книгу еще подсунул про стоицизм. Да, он мне подсунул книгу про стоицизм и, да, про то, как быть человеком, грубо говоря. Это очень сильно все на меня повлияло, но в целом политический контекст, вот это обсуждение, вот это все, оно всегда было. Ты никогда не думал, что вот ты так вошел в доверие к человеку, пусть и к родному, а вдруг у него был какой-то умысел? Или вдруг в целом это неправильно так сильно поддаться давлению одного человека в таких важных вещах? Конечно, я об этом задумывался. потому что я очень человек самостоятельный на самом деле. Я очень, как говорят, сам себе на уме. Вот. То есть я всегда вот был таким человеком, который вот ему говорит что-то, да, там, говорят кто-то, родители там, еще кто-то, семья, делай так, делай так. Я всегда говорил, хорошо. То же самое с учителями, со всеми. Я всегда делал по-своему. Вот здесь то же самое. Даже с этими постами, то есть меня родственники просили не делать этого. Я сказал, хорошо. Итог. Ты обманул. Ну, я не то чтобы обманул, я просто сказал, что пока не планирую. Но я не сказал, что не планирую вообще. И, конечно, я об этом думал, о том, о чем ты говоришь. Но были такие периоды, вот, к примеру, как раз 18-й, вот стык 17-18, когда действительно я был под очень большим влиянием Богдана, очень просто ему доверился, реально. Просто потому что я не знал просто куда мне идти, куда мне двигаться. Я был в каком-то супер-кризисе сильном. И вот, грубо говоря, после нашего интервью так совпало, что вот как раз ну, то есть я как-то не знаю, ну, выпустил вот этот альбом, наше интервью, ну, там, вот этот No Love рекордный тогда. И все, как бы. То есть я как-то вообще, ну, реально просто в кризис впал какой-то, все навалилось, все докапывают, всем что-то надо от меня. Вот, и реально тогда я просто, ну, доверился, вот, и он меня куда-то своим неким таким тот же фанатизмом, он очень такой убедительный человек, он очень умеет людей убеждать, он меня куда-то унес, и потом, когда я уже протрезвел, и от этого всего и снова как-то сам встал на ноги, я и тогда, и сейчас ни о чем не жалею, и считаю, что он сделал братское дело. То есть, когда брат брату брат, брат за брат, и вот это все. Когда твой брат не знает, что ему делать, ты его просто берешь и выносишь. И я зачастую так с ним делал. Вот. К примеру, как мы вообще в Москве оказались. Я поехал в Москву, а... Он без работы в Уфе сидел? Да. Я просто его взял с собой. Все. Но его все заслуги как менеджера моего, почему его в том числе любят и уважают люди в среде артист-менеджеров, это все исключительно уже его заслуга. Потому что он тоже не просто так без работы сидел в Уфе. Он очень много читал, очень хорошей литературы, и он довольно подкован, эрудирован, и сейчас он это все проявляет, и людям это видно. И я это понимаю. Даже иногда он гонит, говорит там, типа, в духе «Да вот там, не знаю, ты меня просто куда-то что-то где-то подтащил». Я говорю «Не гони». Даже если начало положено, ты в итоге все сам. И ситуация как раз с путями, со всей повесткой, это абсолютно такая же ситуация, только в другом формате. Как появлялся трек «Юморист»? Я, честно говоря, увидел количество просмотров, только готовясь к интервью. Как он появился? Что было сначала? Фильм или трек? Фильм. То есть чуваки делали фильм, режиссер тебе симпатизировал и просто пришел с предложением «Напиши что-нибудь». Режиссер, когда сделал фильм, он подумал, кто может написать трек для титров. И в процессе вот этого размышления он обратил внимание на меня, потому что ему показалось, что моя история вот этот мой шаг с путями и история главного героя, они похожи. Вот. И они вышли на нас, сказали, вот как бы есть такая тема, вот интегрироваться, как бы вот написать трек под ключ для титров. Мы, конечно же, понимаем, что эта тема коммерческая, вот, ну, в плане, что они там будут как-то пытаться на этом зарабатывать, хоть вроде, к сожалению, я так понял, что по сборам… Они в убытке, да? Но, в принципе, мы можем это сделать там. Ну, просто в итоге сошлись на какой-то сумме, довольно, кстати, такой, ну, небольшой, там, символической. Ну, пару-тройку сотен тысяч рублей. Вот так. Миша Идов сам, то есть он довольно грамотно ко всему подошел, мне это понравилось тоже, в том числе я это отметил, он подошел так, что как бы там я ни в коем случае не хочу просто трек ради трека, там, какие-то вот там, не знаю, там, громкие там имена ради громких имен. Вы как бы просто история похожая, посмотрите, и если понравится, скажите, как бы, и если будет настроение, то типа трек классно. Вот, и они мне скинули какую-то ссылку такую для предпросмотра, он еще там нигде не был, этот фильм. Я посмотрел, и в целом так, ну, мне понравилось. Я такой, как бы, ну, нормальный фильм, как бы, все классно, там, мужик там против системы топит, мне там это импонирует как-то. Вот, я сказал, да, мы в деле, окей, вот, и что там, получили, получили бабки, и я довольно так, типа, с треком, с этим очень затягивал, ну, я такой, очень, на самом деле, во многих вопросах, и, так, знаешь, душно иногда бываю, даже до сих пор, а тогда вообще, тем более, ну, то есть, в том плане, что я занят своим альбомом, я считаю, там, или микстейпом, я считаю, что это важно, как бы, это какая-то тема, типа, ну, все равно, так или иначе, которую, ну, мне не нужна, как я тогда считал. То есть, типа, ну, это экстра, экстра работа, даже если за какие-то деньги, это экстра работа. Я так все очень, знаешь, так все вальяжно, так, и когда уже как-то, ну, там, уже, ну, все, там, просят, просят, я такой, ладно, короче, говорю своему звукарю, погнали на второй этаж, короче, там, в этом, где студия, там, запишем, короче, все там сделаем, мы поднялись, я просто текстом накидал, с мира под один бит, такой, знаешь, типа, в духе более такой, Нью-Йорк какой-то, потом думаю, бля, какая-то хуйня, что-то, короче, я просто забил, там, что-то Дрейк, там, еще что-то, еще что-то, оп, такой, ну, ну, вроде Качева, Качева, вот этот бит, как раз, и на него... А Дрейк куда-то забивал? В базу Тайвер? В Ютуб, Тайп бит. А-а-а. Я же до последнего времени, там, не знаю, до какого-то, до конца девятнадцатого года у меня все с Ютуба было вообще. То есть до двадцатого года все, что я выпускал, это все с Ютуба биты. Просто такой-такой Тайп бит. Вот понравился человек альбом, написал там, так Тайп бит. Все с Ютуба брал, договаривался с людьми уже потом, по почте, еще как-то выкупал. Но это не бит Дрейка? Нет, нет, нет. Ну, это типа в его стиле, Тайп бит типа называется, вот, в его стиле. И под него как-то все так вроде слова ложатся туда-сюда, ну, и все это в Голден Мэйрис, я в Мэйрис. Ну, как-то я так писал все, знаешь, еще так в половину. С одной стороны, вроде как какой-то протестный трек, с другой стороны, как бы я туда рэперского, чего-то такого закинул, там, в духе Голден Мэйрис. Ну, казалось бы, вообще, что-то, что-то, блядь, за хуйня какая-то, на запястье какая-то. Ну, такой социальный трэп. Ну, социальный трэп, да, типа такой. Что принесет мне Санта, где подарки может быть жену. Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Если это русский Дед Мороз, то он принесет войну. Вот. Принес, блядь. Молодец. Позор. Как ты это написал? Почему тебе это... Ну, потому что... Война не витала в воздухе тогда. Такая глобальная. Мне кажется, она всегда витает в воздухе вокруг России, к сожалению. Ну, что уговорить, блядь, конфликт с 14-го года идет, в принципе. Это ли не война? Ты юморист исполнял на «Чернем Урганте». Угу. Трек «Юморист», если глобально, про цензуру, ты исполнял его в цитадели цензуры. Пусть и как бы в самом свободном его кабинете. Да, я считаю, это было самое классное вообще выступление на Урганте. Не по звуку, не по свету, не по тому, как я выглядел, а по тому, что там транслировалось. То есть, я именно вот пошел туда как диверсант чисто. То есть, ну, при всем уважении к Ивану, я пошел туда вот с целью спеть юморист на главном канале трек про цензуру. И, если ты обратил внимание, именно в этом выступлении была цензура, потому что попросили Да, мы тебя попросили про то, что банчат наркотиками учителя, а не снипетят. Да, и это был как раз-таки показатель. То есть, это было такое показательное выступление, как некая акция даже. Просто, ну, это круто, это легендарно, я считаю. Вот спеть песню про цензуру с цензурой прямой, проглотив слова на федеральном канале, на самом главном, артисту, которого, которого неоднократно просили и заставляли глотать слова на концертах. Я глотал слова. Я очень бесился, но я не говорил слова некоторые. Это говорили люди в зале. Ну, просто тебя ставят перед выбором за полчаса до концерта, условно говоря, там, да, или за два часа до концерта. Ты можешь не выступать, вот, можешь не выступать, если ты хочешь, вот. Ну, и тогда как бы люди, которые уже стоят, очередь твоих там поклонников, 500 человек, к примеру, да, которые ни в чем не виноваты, они пришли послушать тебя, так или иначе увидеть тебя. Это регионы, это трудные какие-то города, трудные места, им там вообще не весело живется, и я знаю это сам по себе, по своему опыту. Либо ты можешь, ну, как бы какие-то слова не говорить. Мата в первую очередь. Да. Ну, я как бы ради слушателей, в целом, ради, не знаю, какого-то типа бизнес-отношений каких-то там, в целом, там, какие-то партнеры, там еще что-то, ну, организаторы. Вот, как-то вот шел на какие-то уступки, но я считаю, зря. Зря? Зря. Надо было просто отказываться, говорить, пошли нахуй, вот и все. Потому что, ну, я таким образом этому потакал. То есть, я от этого страдал, но я таким образом этому потакал. Именно за это мне, в первую очередь, и стыдно. За, несмотря на то, что я сделал все равно, как я считаю, какие-то хорошие вещи, и довольно большое количество, и много какой-то смелости тоже проявлял за последние годы. Я многое с позиции вот как бы многое можно у меня описать каким-то, знаешь, зоной комфорта. То есть, как бы, как бы, ну, да ладно, да. А это непримиримые вещи. Право на то, чтобы что-то говорить, это, блядь, ну, это вообще, это какая-то самая базовая потребность человеческой свободы. Ну, это вот самая просто база. Это как покушать. То есть, не знаю, у тебя по сути отнимают просто из-за рта, вот, ты ешь плов какой-то, у тебя из-за рта куски мяса вынимают. Вот, что это за концерт без мата? То есть, по-моему, люди матерятся, как бы, да, и я все это еще там обыгрывал как-то, ну, в духе я там это умею, потому что это правда так. И я там обыгрывал, что типа, вот, смотрите, там, ну, если там приходили какие-то полицейские, там, я говорю, вот, смотрите, там, что вы хотите вообще, все равно люди все поют, вот эти ваши дети, которых вы защищаете, они все знают лучше, чем я. Потому что это бред полный, то, что они делают, вот эта цензура, потому что, ну, например, вот Рэйпер Бонс, который был очень... Вдохновлял фараона на старте карьеры. Наверное. Вот. Ну, нет, погоди, возможно, он вдохновлялся другими, например, Рейдер Клан, там были еще типы, ну, короче, там было какое-то темное музло, я не знаю, но он очень был похож на Бонс, конечно. Но я был очень похож на фараона. Было и такое. Такое безусуждение просто. Да, это нормально, все друг на друга смотрят, вдохновляются. Вопрос только в том, куда ты дальше, пойдешь. Вот. И... Бонс, он, к примеру, не захотел выступать на телевидении, ему предлагали сейсопроки трек зачитать, но сказали, вот, надо вот спеть как-то вот клин-версию какую-то. Он сказал, типа, нет, я не буду этого делать. Я считаю, правильно сделал. А я вот неправильно сделал, что Словакия проглатывал. Первый канал классно было, это весело. Такая акция, веселое хулиганство. А вот это... Пизду, не надо было. Фемида-богохульница. Я как минимум устал от картины на всех улицах. Нищета и фемида-богохульница. Ты придумал это, отталкиваясь от какого-то конкретного судебного кейса или в общем и целом? В общем и целом. Потому что считаю, что судебная система вообще не работает так, как должна в России. Я думаю, мало кто может поспорить. Ну то есть, не знаю. У тебя был видос, где ты показывал, как собирать передачку в тюрьму. На себя хоть раз тюрьму ты примерял? Да, конечно, даже сейчас. Как ты это делаешь? Нервно? Или легко? Не без мандража, конечно. Потому что никому не хочется сидеть в тюрьме, если у тебя как бы с головой все в порядке. Но при этом я понимаю, что я нахожусь на таком уровне развития, что на данный момент, что за неправое дело, за неправое дело я не сяду. Потому что я ничего такого не делаю. А за дело какое-то правое, праведное, если я сяду, то за это не стыдно. И оно будет стоить того, чтобы приложить максимум усилий, чтобы вытерпеть и пройти достойно через это. Но, конечно, я к этому не стремлюсь. Иначе я сейчас бы не был здесь, был бы в Москве. Если в кроссах только одна дырка, так доносим. Если страны это времена года, тогда Россия осень. Жизнь в девять этажей, детство и миражи. Если страны это времена года, то Россия это осень. Все еще осень? Я не знаю. Мне кажется, уже какая-то ядерная зима, блядь. Ну, то есть, прям еще все тяжелее стало, к сожалению. Лично я, как гражданин, как русский человек, ощущаю такую вообще прям какую-то, я не знаю, гробовую, медную тяжесть просто. Не знаю. Такая бархатная крышка гроба очень такая вся в грязи. Я не знаю даже как описать свои ощущения на душе по поводу того, что в стране происходит, в России. Ты много говоришь про любовь к России, но это забавно выглядит с этим худи. Это мой мерч, пока в единственном экземпляре. Он был сделан еще до войны, до всего. Это все про амбивалентность человеческую, это все про суть как бы в принципе русской души в какой-то степени. У нас же, как мне кажется, очень большая любовь и одновременно ненависть ко всему, что с нами связано. Не только в принципе с русскими, но и с людьми. И Москва она мне многое дала на самом деле в плане моего продвижения, в плане опыта какого-то, потому что много чего там находясь понял. В плане отношений я встретил Марьяну. Много чего. Но в целом, конечно, сказать, что я люблю Москву или когда-то любил Москву, очень трудно. Ну, Москва это довольно сомнительная история. Особенно сейчас. И сейчас я прям, то есть, если до этого это просто скорее просто как такой полуприкол был, то сейчас в принципе я вот реально хейт. потому что сейчас Москва это центр конформизма и это центр молодушия. То есть пока в Мариуполе люди с радиаторов сцеживают воду, в Москве в ресторанах я думаю полная посадка. И за это, конечно, я сейчас Москву не люблю. Но гениальная же фраза слева арестик, справа арестик. Ну да, и кстати, по-моему, если меня память не обманывает, надеюсь, ты на меня не обидишься. Если это не так, проясни, ты потом где-нибудь в соцсетях или дай мне по шапке. Короче, по-моему, это было, когда мы как-то собрались втроем в духе чуть ли не в бане. И вот эту фразу Мирон тогда сказал, мы поржали, а в итоге творчество подражает жизни или как это. Короче, слева арестик, справа арестик. Да, это супер. То есть он в бане придумал? Ну, типа того, просто как по фану, по-моему, он это сказал. И потом ты просто альбом слушаешь и такой, блядь, коры, мы же не знаю, просто как-то в одной компании были, и вот эту хуйню сейчас в треке. Прикольно просто видеть, как из жизни вытекает творчество. Очень классно. Какая у тебя стратегия бытовая? На что ты будешь жить? Концертов в России у тебя не будет? На все то же самое. На стриминг? Да. На стриминг, на выступление. Я сейчас это... Я очень радикально курс меняю своего творчества. Я хочу... Если раньше я хотел сказать людям на русском языке, теперь я хочу на другом сказать. Я хочу сказать так, чтобы меня услышал и понял весь мир. Ты на английском что-то делаешь? Да и я хочу, да. Ну, уже начал потихоньку. Ну, потому что я считаю, что ситуация такова, что сейчас такие люди, как мы с тобой, ты понимаешь, и че мне, должны на себя какую-то ответственность взять, и... во-первых, съесть эту горькую пилюлю, так скажем, вины коллективной и ее как-то понять и на весь мир тоже показать. И во-вторых, показать то, что да, есть другие русские, есть другие граждане России, есть не только вот это вот все в Лужниках. Ты смотрел трансляцию из рунков? Я себе положил покушать, зашел на «Медузу», вот, и такой, о! Ну и захожу, прямой эфир, короче, включаю, ну для меня это, ну чисто посмотреть, ну и просто шокироваться, сказать спасибо, что я не в Москве, не в России, вот, ну и просто, не знаю, реально поржать над этим цирком, блядь, ну я зашел, и, короче, Путин что-то там, вот там, мы там, все там, туда-сюда, мы такие крутые, мы там, блядь, наши ребята, они там за мир, ну короче, сюрпризу, телегу, и хуяк с резко газмана, вперед, Россия вылетает, я именно на тот момент попал, когда сервер полетел у них, или что-то такое, я просто думаю, ебать, ты стоишь в пуховике за десятку, у тебя нет бабок, чтобы сделать просто трансляцию нормальную, хотя бы, чтобы без перебоев, там просто газманов, вот знаешь, вот реально, он как будто из-под земли, просто вышиб его башкой куда-то к хуям, просто знаешь, вот адский какой-то, просто и резко пляшет, вперед Россия, типа знаешь, я думаю, ебать, это что вообще такое, типа, где вот только что стоял здесь, типа, ну, президент ваш, блядь, резко какой-то хуй седой скачет, реально с какими-то седыми мудями скачет, пляшет там что-то, блядь, пиздец, кто это вообще, я сперва подумал, что это Путин запел, клянусь, потому что он очень резко сбил, но потом мы с пацанами поржали как-то типа над этим всем, ну, и я больше даже не заходил, потому что там уже такая, блядь, полная дичь началась, всякие Маргариты, Симоньян, прочее, там уже просто эмоции просыпаются уже животные, нечеловеческие. Пуховик за десятку евро, ну, да, да, конечно, блядь, еще бы рублей он носил. Стриминг тебе приносит столько, что это покрывает твои бытовые расходы. я могу жить довольно долго сейчас, как минимум, на свои сбережения. Я очень, не очень грамотно, по своему мнению, но очень грамотно на фоне остальных своими накоплениями распоряжаюсь. То есть у меня действительно достаточно накоплений, нажитых абсолютно честным трудом, для того, чтобы реально дать себе время, чтобы все перестроить, перезагрузить, как-то все устаканить, все грамотно причесать и как-то двигаться уже другой карьерой. В среднем стриминг тебе в месяц приносит отовсюду. И со Spotify, и с Apple, и даже с монетизацией YouTube. Больше или меньше миллиона рублей? Больше. Ты говоришь по-английски? Ну, то есть, как сказать, я очень много слов знаю. Мне не хватает практики. То есть, есть к чему стремиться, но в целом у меня словарный запас очень большой. Просто практики нет, и поэтому, когда я начинаю говорить, очень часто я начинаю путаться и чуть ли не заикаться, потому что все перемешивается. Ну, а треки ты, когда будешь писать или уже пишешь на английском, ты просто кому-то, кто хорошо знает, отправляешь на заверку. Не, ничего не заверяю. Я просто, если что-то вызывает у меня сомнения, я могу посравнивать, к примеру, просто посмотреть западных артистов, типа, что у них происходит. Понимаешь, в чем прикол вообще рэпа? В том, что у них люди, кто пишет, да, они сами как попало пишут. Вот реально, просто как попало. Вот эти все моменты про yours and you are, типа, да, к примеру, вот классическая ошибка самих, в том числе, американцев, вот это у них просто сплошь и рядом. Просто как попало. Там еще прикол в том, что я русский, всю жизнь на русском говорю и напишу там. И еще с каким-то это акцентом, там, условно говоря, зачитаю, и это все может показаться смешным. По итогу, ты, если начнешь это потом изучать, ты такой, найдешь, к примеру, массу рэпа из самого центра, из самого сердца, откуда-нибудь из Лос-Анджелеса, где мексиканцы читают с таким же акцентом и, может быть, даже еще более забавным. И найдешь, и это, причем, какие-то им деньги приносит, и как бы пользоваться каким-то успехом. Ты найдешь массу просто, реально самых корней культуры чернокожих артистов, которые просто, ну, могут вообще как попало там петь. Что ты, что на их фоне мой текст будет казаться, что, типа, это круто. Понимаешь, ну, там просто вот очень многое зависит на Западе именно от звука, от энергетики и от прочего-прочего. И, в принципе, как мне кажется, сейчас важно, если этой амбиции следовать, главное даже не то, ну, короче, очень-очень важен смысл сейчас от русских. Вот, вот это, мне кажется. Разумеется, я буду, ну, типа, я не буду делать что-то, если мне это не нравится, я буду, как бы, ну, там, и с точки зрения звуковой, и с прочих точек зрения как-то в эту сторону стремиться, вот, чтобы мне все нравилось, все устраивалось, классно звучало, там, по возможности, там, буду как-то в эту сторону двигаться. ну, просто, не знаю, я себя так чувствую сейчас, как чувствовал, когда в Уфе жил, не имел ничего, говорил, что у меня все будет, мне никто не верил, и в итоге все получилось, вот, и сейчас основывать себя чувствую, к сожалению, таким путем, но обновленным, и готовым двигаться, и готовым, и именно моя мотивация в том, что я, я не хочу быть самым богатым, самым успешным, я хочу быть самым полезным человеком, потому что в пользе для общества я вижу истинную пользу для себя, то есть я считаю, что без пользы обществу личная польза не может быть полноценной. Ты сказал, что не будешь платить налоги в России, это эмоциональное заявление, или ты... Нет, ну, я просто проживу полгода и перестану быть налоговым резидентом, официально, и не буду платить. Но я и сейчас вот какую-то там большую последнюю плюшку я налогов отвесил, вот, просто с той точки зрения, что как бы даже если вы, там, условно говоря, гондоны, то я не гондон. Я не буду вести себя как гондон, там, и, не знаю, не исполнять свой гражданский долг перед самим собой, и там, не знаю, ну, то есть, то, как вы используете мои деньги, это уже ваш грех. Мой долг как гражданина заплатить налог. Вот. И я это сделал. Но в целом, я, может, даже в какой-то степени об этом пожалел, потому что я понимаю, куда сейчас все деньги с России идут. и больше, да, не хочу этого делать. Не буду. Какой твой план? Ты где-то будешь легализовываться? В Евросоюзе или в других местах? Честно, пока до сих пор не знаю. Я последние месяцы выбираю между какими-то вариантами. Меня метают туда и сюда. Меня метают то по Средиземноморью, то о Штатах я думаю, то о Японии я думаю, то еще о чем-то. То есть, ну, постоянно туда-сюда меня метают. Ну, мои какие-то цели, это вот, чтобы в идеале было солнце, хотя бы там, ну, не знаю, какое-то адекватное количество дней, чтобы была в идеале какая-то вода, море, а лучше океан. Вот какой-то климат приятный. Вот что-то такое. Но на Средиземноморье, если ты про Евросоюз, это же нелегко сделать. У тебя есть возможность легализоваться в Евросоюзе? Я думаю, что у меня есть, да. А. Ну, то есть даже каким-то простым путем. Условно говоря, в Португалии все еще я не видел новостей о том, что приостановили выдачу виз. К примеру, там, есть там какая-то виза там для фрилансеров, к примеру, когда там фиксированный налог 20%, по-моему, и все такое. Вот. В Греции сейчас приостановили, да, временную выдачу виз. Ну, то есть, ну, есть какие-то варианты, что обычные, вполне, которые можно пока рассматривать, пытаться, не прибегая ко всяким моментам в духе беженец, убежище, гуманитарная виза. Потому что этого я бы, наверное, хотел в последнюю очередь. Мне кажется, что это может вызывать определенные трудности и определенные обязательства, которых я хотел бы избежать. Как Марьяна перенесла вашу эмиграцию? Мы все, если честно, в шоке. Вот. И мы сейчас просто находимся, я не знаю, но нигде. Нигде быть трудно. То есть... У вас нет дома? Да. Ну, дом наш, это Airbnb, отель. Вот так вот. Это ладно, она сейчас у родственников была, она там как-то тоже в их там гнездышке бывала. А я там, Богдан, вообще просто реально digital nomad. Вот в таком режиме. И мне не нравится такой режим. Марьяна пыталась себя отговорить от отъезда? Или наоборот поддерживала? Еще до войны у нас было очень много споров на эту тему. Было непонимание, как жить не в Москве. В Москве действительно очень удобная инфраструктура. Особенно, ну, там, для молодой девушки, которая любит за собой следить, к примеру. Ну там же супер. Ну реально, просто супер. Подруги там у нее были, у меня-то друзей там нет, даже те, кто был, они там были в Уфе. Вот. Ну и как-то вот все это очень тяжело было, и были даже какие-то вот метания там, то ли в Москву обратно вернуться, то ли что. Вот как бы, ну там, до войны. А когда война началась, ну уже как бы без вариантов, вот. И в какой-то степени я, как бы так сказать, нет, не буду говорить. Это потому что будет некорректно звучать. То есть, ну, я бы хотел сказать, но я не могу себе позволить это сказать. Не знаю, блядь. Ну то есть, короче, что я хотел сказать, я хотел сказать то, что вот благодаря войне, если вообще что-то может быть благодаря войне, как бы вот все наконец-то стало понятно Марьяне. Вот. Ну просто вот все, что я хотел донести, все стало понятно. Вот. В чем как бы проблема Москвы и России на данный момент? К сожалению, только таким путем это, блядь, получилось сделать вот окончательно. Многие удивляются, что вы по-прежнему вместе. Вы популярные, известные, непростые, и вы по-прежнему пара. И даже с Китания вы отправились вместе. Она не здесь сейчас, да? Как я понимаю? Ну, она поехала этот, у нее вид на жительство в Японии уже очень давно. То есть там, грубо говоря, с 14 лет. Вот она сейчас поехала его обновлять. Поэтому там все не так просто. Да. Вы вместе. Как ты себе это объяснишь? Я не знаю, на самом деле. Ну, то есть нам просто хорошо друг с другом. Мы просто другу нравимся, мы друг друга любим. Мы растем вместе. Мне кажется, очень большая часть какая-то любых успешных отношений в том, когда людям есть что друг другу дать. Вот. И когда это что-то больше, чем, к примеру, деньги, секс, еще какие-то такие вещи, да, там, бытовые какие-то вещи. То есть, ну, я не знаю, с примеру, мы объясняли друг другу какие-то базовые вещи. В каких-то вещах я лучше понимаю, в каких-то она лучше понимает. То есть, к примеру, она мне объясняла в январе 18-го года, когда я первый раз куда-то далеко поехал за границу. Мы поехали отдыхать в Таиланд, на Пхукет. Это был пиздец. Вот. Разумеется, тогда. Ну, там, в духе, дети стучат в дверь, там, звонят, дышат в трубку, там, ну, кто отдыхающий, русскоязычный, наши любимые ребята. Короче, мозги парили, нахуй. Ну, там смешно было. Вот. И мне реально тогда приходилось объяснять такие вещи, и она мне это объясняла, вот, что в духе необязательно иметь гучесланцы, чтобы пойти на пляж. А я считал, что, типа, я не могу себе позволить там выйти в каких-то, ну, там, лоховских условно вещах, в китайских шлепках, типа, я же фейс, блядь, я, типа, кто-то, понял? Вот такие вещи, типа, она мне объясняла. А ты? А я ей, ну, объяснял другие вещи, которые я понимал лучше. Например, почему на выборах должны быть альтернативные кандидаты? В таком духе, ну, там, к примеру, почему, там, если ее на тот момент уебищный менеджер предлагает какую-то делать политическую тему, почему это мне надо делать? А у вас были такие разговоры? Да. И ты всегда отговаривал? Да. Смотри, мне неловко задавать этот вопрос, потому что Марьяны рядом нет, я как бы привык в лицо такое, ну, как бы я... К сожалению. Да, но я бы и при ней задал этот вопрос, мне кажется, было бы тактично. Представь, что она здесь. Она, кстати, когда я ей сказал, что иду к тебе на интервью, она сказала, передай привет, вот передаю. Мы не знакомы с Марьяной, но я, скажем так, много про нее слышал от людей, которым нет оснований не доверять. И вот про тот ее период, когда вы там знакомились или даже еще у нее были знакомы, про нее говорили как про очень сложного человека, с которым как бы мало кто под одной крышей смог бы в целом находиться. А вы с ней живете четыре с половиной года. Вот. Поэтому в этом был вопрос, именно поэтому я извинился, что... я тоже парень непростой, знаешь. Я не скажу, что Марьяна это самый простой человек, но мне и не интересны простые люди, потому что я сам непростой. Ну, то есть я не хочу как-то там, знаешь, то, что ты называешь набизмом или там гордостью, ни в коем случае. Просто я реально, ну, блядь, с тараканами человек. Ну, я реально могу пойти собак кормить, потом прийти и написать там в телеграме, что я хочу есть печень моих врагов, и я викинг, потому что я себя так реально чувствую. То есть, ну, у меня реально тоже есть сложности, определенные самим собой и вообще в принципе. Касаемо каких-то ее рабочих моментов, как я могу на это повлиять или не могу на это влиять, честно скажу, я в это особо не лезу. Вот. Кроме того, что там как-то... Учитывая, что я очень-очень подозрительно-мнительный, я ей там, ну, говорю там в духе подписывай контракты, там все, там смотри грамотно, аккуратно, там все такое, потому что у нее, ну, была такая черта раньше, она там, ну, когда мы только с ней встретились, она подписывалась, там, не глядя всякую. Беспечный. Ну да, то есть, типа, не разбиралась в этом и все такое. А у меня просто как-то вот получилось так, может, там, Богдан посоветовал, может, сам додумался, может, все вместе, потому что я при первом своем большом договоре сразу юриста нанял, дал ему денег, нехилых по тем для меня временах тысяч 20-30 рублей, вот. И он посмотрел договор и сказал, чувак, тебя там вообще пиздец хотят лишить всего. И как бы вот после этого я стал так. А насчет вот ее там каких-то там непростых моментов, я думаю, ситуации возникали, вот. Не всегда была она виновата, иногда была она виновата. Такие ситуации у меня возникали, и я думаю, такие ситуации возникали у более или менее всех известных людей, особенно у тех, у кого по 7 миллионов в Инстаграме. Это, ну, для психики довольно тоже тяжелое давление. То есть я могу об этом говорить. Кто-то там скажет, да, да что ты знаешь, блядь, об этом, да вот тяжело, это вот это, то-то-то-то. Я не отрицаю, там, ну, шахтером быть, это пиздец тяжело. Ну, там, я бы не смог. Моя работа, это как бы, ну, там, с точки зрения, там, физического труда, морального истощения, это, ну, хуйня, все по сравнению, там, примеру, с шахтером. Но я просто был в ситуации, когда, блядь, не знаю, ну, я курил сигареты, но я курил только чужие сигареты. У меня не было денег. И я знаю, что такое, как бы, когда нет денег и есть деньги. И я могу рассуждать, как я считаю, о том, какие есть тяжелые моменты в жизни медийного человека. Но в целом на данный момент я более чем готов отвечать за человечность и правильность действия Марьяны в 95% случаев, потому что я ее очень хорошо знаю и, в принципе, вижу, как она себя ведет, как она работает и что она делает. Вот. То же самое, в принципе, могу и про себя сказать. Мы, ребята, хорошие. В том самом интервью в 2017 году ты сказал, почему-то мы спросили тебя про количество девушек, которые у тебя было, ты сказал от 100 до 150. От 100 до 150. Я перестал считать. Я перестал считать. А считал когда-то? Да, когда-то считал. И вот этот плейбой на сотку был. Но это было давно. Ты соврал? Да я умножил на 10 просто, нахуй все. А ты же понимаешь, кто тебя сдал? Да, конечно. Марьяна на интервью у Танечки рассказала. Да я бы сам себя сдал. Ну, типа, ну, камон. Ну, я не знаю. Понимаешь, в какой-то момент я просто решил, знаешь, ну, что я не буду больше играть. Не знаю, что я не актер, блядь. Что, да, я артист, но я хочу артистом быть в музыке, в клипах, я не хочу быть артистом жизни. И интервью, это все-таки скорее жизнь какая-то. Вот. И, ну, не хочу я быть вот этим, блядь, в образе. Звезда в шоке. Вот это все не интересует меня. И поэтому я решил, что я буду говорить правду, но если спросят, понимаешь? А меня просто не спрашивали, а Марьяну спросили раньше. Она сказала правду. Я, если честно, немного повзмущался, что это сказала она, а не я. Но потом сказал, ну, блядь, ну, я ее тоже понимаю, потому что, ну, как бы, не знаю. Может, сложится впечатление, что, не знаю, какая-то помойка к тебе пришла и живет с тобой, типа, которая занималась сексом, блядь, с сотнями каких-то непонятных девок, типа, да? И это тоже не очень хорошо как-то по отношению к ней, с какой-то даже стороны. И поэтому, ну, нормально, че? Множил на 10, да. Ты давал интервью Дмитрию Гордону, и он в конце попросил тебя спеть что-то акапелло. Да. Ты спел две песни, и первая была песня Ивангая. Да. Ты знал ее наизусть? Ну, ты спел кусочек, но этот кусочек ты знал наизусть? Я не знаю, говорил Гордон или нет, но Ивангая я очень люблю. Нет ни одного человека, который не троллит Марьяну по поводу Ивангая так часто, как я. Ну, то есть, меня абсолютно угорает этот персонаж. Я очень сильно прям, ну, типа, не знаю, смеюсь с него. Ну, какой-то, блядь, ну, странный. Вот. И то, как он себя ведет, массу вопросов, ну, он такой, типа, мем тоже, вот, реально, вот, не люблю это слово, его уже так, это, стрёмно как-то даже использовать, но он реально вот такой, ну, какой-то, не знаю, ну, блядь, как персонаж из мультфильма, типа, Лунтик, понял? Вот, ну, и как бы, я всегда, типа, ха-ха-ха-ха, кора-кора, типа. И чтобы поиздеваться над Марьяной, ты выучил песню «Демон». Нет, не поиздеваться, ну, реально просто, я не могу издеваться над Марьяной, потому что я ее очень сильно люблю, ну, потрунивать, ну, это такая тема, как дед с бабкой, знаешь, вот, потрунивают, друга подъебывают, это то же самое, абсолютно, ну, то есть, ха-ха-ха, ну, то есть, это прикол. Не знаю, у меня, вот, к примеру, мои дедушка с бабушкой, они, не знаю, там, дед в духе ее потрунил, хотя они прожили, там, уже лет 50, наверное, он ее потрунивает до сих пор иногда за каких-то там, за кого-то типа, с которым она дружила, так скажем, когда ей было 18 лет, она работала в военкомате, в этом, типа, ну, документы, печать ставила, вот за такие вещи, ну, то же самое, то есть, это просто, и она тоже надо мной может поугарать, по каким-то таким поводам, там, по поводу альбома Hate Love, там, еще что-то такое, то есть, это всегда. А мне казалось, что у вас хорошие отношения с Ван Гайем, или вы не знакомы? Мы не знакомы. А, он просто отзыв. Как у нас могут быть хорошие отношения? У нас нет никаких плохих отношений, потому что, ну, я не знаю, ну, как я могу сказать, в принципе, почему бы они могли быть, но в целом, я не тот человек, который испытывает, не знаю, ну, большую ненависть каким-то там, ну, не знаю, бывшему парню моей девушки. Ну, ну, было и было, ну, хрен с ним. От того, что он ее бывший, мне без разницы, реально. Просто у нас не может быть априори хороших отношений, потому что моя девушка говорит по всему интернету, что у них был такой жесткий, как это называется сейчас, абьюз, мягко сказано, а он говорит, что такого не было. А она мне рассказывает ужасные вещи. Я стой не ей верить, потому что я знаю ее лично. Не только потому, что она моя девушка. Потому что я просто знаю ее лично, и я не понимаю, в чем ее мотивация врать. Мы в том интервью с тобой еще говорили про поколение Z зумеров. И мы делали это интервью, чтобы исследовать интересы этого поколения, к которому я уже никаким образом не относился. Сейчас другое поколение Z. Да, как зарифмовалось. Да, ужасно. В том интервью ты говорил, что у меня нет военника, меня никто не ищет. Ну, просто никто не ищет. Да. Но потом тебе пришлось в венкомат пойти. Ты постил фотки оттуда. Да. Но я не постил, меня сфоткали из-под тяжка. Ты решил вопрос? Ну, да, я негоден. Ты негоден? Да. Честно, негоден? Честно. А что у тебя? У меня честно такое плоскостопие, что я негоден. У меня даже сейчас, с примеру, поясница как-то так вся. Ну, то есть я стельки не ношу, потому что. На шуму было очень много, конечно, из-за этого всего. Там такой цирк был просто. Вот это, опять-таки, минусы быть медийным. Из-под тяжка кто-то сфоткал, что-то выложил. Блин, ужас был. Вообще, там какие-то, там какие-то коры были. По-моему, какой-то чувак, там, чуть ли не из генштаба, говорил, мы готовы принять его в этих, в нашем генштабе, на службе. Я думаю, блядь, что вообще, что-то вебанулись. Ну, прикинь, если я в армию ушел, юмориста, ничего бы не было, вот этого всего там. Это все же было в тот период, как раз после. Ты в своем эмоциональном посте говорил про деда, у которого есть орден. За что он его получил? Так, сейчас. Не против, если я воспользуюсь этим? Телефон. Давай, конечно. Ну, вот здесь я не нашел, откуда у него был орден Суворова, но он у него был. Вот. Он дошел до Берлина, он всю войну прошел, командовал батареей. Это мой прадед. Ага. Вот. По отцовской линии. Он был представлен Героем Советского Союза за форсирование Днепра, но эти документы, видимо, где-то потерялись в процессе прохождения процедуры. Так было, так бывало во время войны. То есть, ну вот, у него просто, ну, откуда это известно? На юбилейном эфире по Башкирскому ТВ его политрук, башкирский поэт Назар Наджми, вот это объявлял, что типа моего прадеда представили Героем Советского Союза, но типа не срослось как-то. А ты читаешь это? Это мне бабушка переслала. Я спрашивал, да. Я просто знал, что ты будешь об этом говорить. Звали его Иван Павлович Дремин. Лютый был тип. То есть, ну, он, к примеру, там, не знаю, мог ложкой по лбу ударить за то, что кто-то первый за хлебом тянется, первее, чем он. Вот такой, ну, авторитарный мужик. Ну, тогда такие там времена были и все такое. Тем более, он из этой типа как из деревни. Там такое интересное было село в Башкирии, оно до сих пор есть. Там половина улицы одной фамилии, а половина Дреминой. Очень лютые типы. Еще, кстати, упоминая всю эту тему, у меня казачество было раскулаченное. Вот. И у меня были враги народа. Сельский врач. Это вот дед моей бабушки. Десять лет без права переписки расстреляли в лагере по доносу за какие-то книги. Ну, вот, короче, у меня тоже есть семейная история разных сторон. А ты теперь тоже враг народа? Ну, вот этой, так называемой моей тетя, которая жена моего дяди, вот, ей один раз еще в том году, когда я Навального поддержал в Инстаграме, ей говорили, что я враг государства. Что у нее в семье враг государства. Это кто-то на работе? Да. Она работает в общественной палате Республики Башкортостан. Вот. Чем я, на самом деле, как бы сейчас, в данный момент не горжусь. Я понимаю, для чего она это делает. Я знаю ее как человека. Она вполне нормальный человек. Но ей приходится, конечно, очень много с какими-то стрёмными людьми иногда договариваться. Но там, я тебе объясню, какая тема. она занимается, в общем, у нее проект по старикам. То есть она занимается именно стариками. И вот она по этой теме как раз оказалась в общественной палате. И там ей приходится с этими всеми людьми с властью сотрудничать и все такое. Ну и ее довольно жестко, конечно, прижимали. За тебя? Не только. В целом. Система так устроена. Ну, в их интересах, чтобы она куда-то улетела. Сейчас вроде она как-то устаканилась, слава богу. Но всегда в таких интересах, чтобы, знаешь, чтобы у них своя тема была. Вот. Деньги-то не должны уходить на то, на что рассчитано. Деньги должны уходить в карман к себе. Вот такая история. Ты против войны? Два возражения, которые витают в телевизоре, которые будут в этих комментариях. А почему ты не был 8 лет против войны на Донбассе? Очень плохо, что не было 8 лет против войны на Донбассе. Я это признаю. Я должен был быть. И не на Донбассе, потому что это слово пропаганды сейчас, а войны в Донецкой и Луганской областях, которой бы не было, если бы не наше государство изначально. Соединенные Штаты Америки бомбили самые разные государства. Ирак, Югославию, Сирию. Почему им можно, а Российской Федерации, которая тебе так не нравится, нельзя? Никому нельзя. И американское государство мне за это тоже не нравится. Мне не нравится милитаризованные государства. Мне нравится Исландия. Там вообще ничего просто нет. Там нет армии вообще. Похуй. Они живут прекрасно, я думаю. Ты понимаешь, что ни Штаты, ни мы так не можем. Я понимаю, конечно, это огромные страны с большим населением, особенно в Штатах, 330 миллионов. У нас огромная территория. То есть это все другие вещи. Империализм и прочее. Но это все не путь развития. И я осуждаю все эти моменты. И к сожалению, да, я признаю откровенно, что мне не было так... Мне не была эта тема так душ... Она не была для меня такой душесчипательной, душераздирающей, пока это не коснулось конкретно меня и страны моей, и моего народа, и моего близкого, соседнего народа, который мне очень нравится, у которого многому есть чему поучиться, на самом деле. Ну, то есть, убивая сейчас украинцев, Россия убивает собственную демократию и собственную свободу. Потому что государству не нужен под боком пример развивающейся демократии и реальной свободы слова. ты говоришь, что там свобода слова, тебе скажут, что это не совсем так. Если бы ты приехал, например, в 21-м, 20-м году и сказал бы что-нибудь хорошее про Путина, не факт, что тебя позвали бы в следующий раз. Да, потому что, как я уже заметил, это развивающаяся демократия. И свобода слова там тоже имеет свои минусы. Но не стоит забывать о том, что, первое, у них война идет, и второе, они защищаются. То есть, это такие реакции, как в духе. Я могу быть довольно развитым человеком, я могу понимать, что хорошо, что плохо, но, скорее всего, если на улице сейчас подбегут и меня ударят, я ударил в ответ, а потом уже буду думать. Вот они, 8 лет они бьют в ответ. Они потом, может быть, подумают. И то, это очень тяжело будет. И не стоит забывать, не им надо в первую очередь думать обо всем, что сейчас происходит. Нам надо думать. Вот. И нам вообще надо думать намного больше. Нам надо думать за все 140 миллионов. Потому что у нас, я думаю, миллионов 139 нихуя не думает сейчас. Если не больше, к сожалению. Они думают, блядь, я не знаю, чем. Они радуются тем, что государство не дало им развиться самим. И за счет внешней какой-то агрессии они теперь наконец себя могут людьми почувствовать. Блядь, силой мы кто-то. Но они не понимают, что это не СССР, что это 2% блядь, мирового ВВП. всем похуй. Понимаешь, вот это большая проблема. И это нагоняет еще больше грусти. Но сейчас россияне при всей моей любви к многим русским вещам это не та нация, которую стоит жалеть. И тот человек, который сейчас про русофобию говорит и про войну молчит, ну блядь, пусть он нахуй себе плюнет в лицо нахуй. В зеркало, блядь, когда будет смотреть. Блин, если честно, наверное, камеры этого не видно, блядь. Я все интервью дрожу, блядь. Замерз. Давай скажем, если вдруг кто-то подумает, что вот это у тебя такая защитная поза, ты просто мерзнешь, да? Да. Здесь, ну в Европе, в некоторых местах прохладно. Просто у них в принципе не особо разная культура какого-то такого сильного отопления зимой. Они, наверное, привыкшие, я не знаю. Но мне прям, да, мне нравится прям, когда тепло в помещении. Я так привык зимой. А сейчас прохладно. Прохладно, да. Меня реально трясет все интервью чисто от холода. Был кто-то молодой или новый за последнее время, на которого ты смотрел и говорил «Ага, это я пять лет назад?» Моргенштерн. Кто еще? Много, на самом деле, очень звучания даже сейчас во всех тикток вот этих странных песнях там у стримеров, у каких-то там блогеров, каких-то тиктокеров. Все вот это вот кач. Вот этот, понимаешь? То есть, вот как я вот эту дисторшн-тему подрезал, типа, ну, откровенно, в семнадцатом году ее запустил, так потом ее биг бэби тейп, понимает он это или нет, но все равно уже после меня подхватил, вот этот дисторшн, разъеб, бас. Тун-дун-дун. Ну, вот это вся вот эта история. Ну, потом Моргенштерн на этом себе как бы тоже сделал карьеру, вот, и как бы эта тема все равно до сих пор остается, и я этому удивляюсь. Я почему перестал это делать? Потому что я, если честно, был уверен, что, типа, ну, все, как бы, я это полгода подделал, все хуй забьют, и все на этом закончится. До сих пор. Типа, я где-то встречаю какие-то такие треки, кто-то пытается делать такие песни, типа, кач, расколбас, вот этот вот непонятный трэп. Ну, аморалочка вообще в целом как бы после меня так качнула нехило, всякая, ну, типа, аморалочка. Может, у Soda Love есть какие-то вот такие какие-то схожести, но все это как бы, короче, я сделал какой-то разъеб, и вот до сих пор этот разъеб качает. То есть, у кого я его подрезал, без разницы, но сделал его так, чтобы это было массово, и именно вот с дисторшном, вот с этим всем, я. Нравится вам это или нет, не знаю. Подрезает? Ну, собирательный образ, много всего, всякого. Ну, не только тебя. Ну, да, Six Nine, Lil Pump, еще кто-то, там, Playboy Carty, ну, кто там, с коммерческой точки зрения может быть интересен, такой, типа, коммерс музыкальный, современный, шнур, такой, типа, вот, да, да. Что думаешь про его эмиграцию? Думаю, что это, конечно, ужасно, когда глава Следственного комитета такой хуйней страдает, вот, тем более, преклонных лет мужчина, вот, это во-первых. А во-вторых, ну, такого быть, конечно, не должно, не должны музыканты, артисты, блогеры, нравятся они мне или нет, не должны они съебывать из страны, потому что они что-то поют, не знаю, без разницы что. То есть, ну, тем более, какие-то, ну, такие бредовые, какие-то вообще основания, ну, какой Моргенштейн, блядь, торгует с наркотиками? Ну, смех какой-то, реально. Если вы как бы нормальный человек, который подает нормальный пример, если там, не знаю, ребенком с ним занимаетесь, то 90% минимум, что не будет ваш ребенок этого делать, даже если он будет слушать Моргенштейна или еще кого угодно. Мое мнение. Моргенштейн, но в целом, конечно, я не знаю, у меня спорные ощущения по поводу Моргенштейна как персонажа. Я думаю, что он из тех людей, которые вполне могут договориться с любой властью, вот, и не удивлюсь, если он это уже сделал или если он это сделает в ближайшее время. Тебя, я так понимаю, смутили слухи вокруг канала Моргенштейна? В том числе, да, мне один человек, который рассказывал всякие разные инсайды, вот, потому что частенько ему приходили всякие разные там, предложения, Газпром, медиа, и вот эта вот вся движуха стрёмная, вот, они ему как бы рассказывали, ну, какие-то там в процессах их предложений, ну, для меня какие-то инсайды от него доходили, я в них даже не верил, но потом, когда они начинали сбываться, я как-то верил. И вот, да, он мне такой с полной уверенностью сказал, что вот его вот этот телеграм-канал, он исходит как бы при поддержке Кристины, или как ее зовут, Потупчик, который еще из движения «Наши», которая занимается, ну, чуть ли не главный вот человек в политической рекламе, вот, и я в это вполне могу поверить. Не буду утверждать, я не знаю точно, но в такой слух я поверить могу. Но свое антивоенное высказывание он сделал, клип 12. Понимаешь, я сейчас презираю всех котов Леопольдов и не считаю полноценным антивоенное высказывание, которое звучит в духе «Лишь бы не было войны», вот это все. А эта концовка тебе там показалась, как «Лишь бы не было войны»? Эта концовка мне вообще показалась позором, потому что сейчас объясню, почему. Как ты, битмейкер Палагин, человек, который украинец, можешь, блядь, такому чудищу нахуй давать голосовые своей матери, над которой бомбы летают, чтобы он в своих вот этих непонятных высказываниях вот это вставлял в конец. Ты понимаешь, что, блядь, это не высказывание? Лишь бы не было войны, война — это плохо, блядь. Люди умирают от невысказывания сейчас. Сейчас высказывание от любого уж гражданина Российской Федерации — это говорить как есть. Почему люди умирают? Кто эту хуйню начал? Кто виноват? А не так, что «Война не модна, ебать! Не воюйте, нахуй!» Вот эта хуйня все, типа, знаешь, духи там, «Война — это не круто, вы там это, лишь бы не было войны!» Не, нахуй, так не работает. Ты либо говори прямо, «Вы, блядь, остановитесь, нахуй, кто начал эту войну, вы не правы, вы делаете полную дичь, нам эту хуйню расхлебывать потом еще десятилетиями, если не столетиями». Вот так только можно сейчас высказываться, по крайней мере, я вот так воспринимаю, либо лучше молчи. Понятное дело, то, что он делает, да, условно говоря, это лучше, чем, как какие-то люди там начинают говорить про русофобию сейчас самое время, блядь, или про какие-то другие там, знаешь, ну, или еще, не дай бог, высказываются «за». Но в целом это не позиция, это на двух хуях, на двух стульях. Я как бы, если что, вот, украинцы вам тут это, типа, как-то вот помог, с другой стороны, как бы, в принципе, я это, у меня ресторан там, у меня там дом, у меня там машина, еще что-то, еще что-то, все это в таком духе. Я этим не один только Моргенштерн, я не хочу его дьяволом каким-то делать. Но он не имеет доступа ни к ресторану, ни к дому, ни к машине. Он не вернулся до сих пор. Понимаешь, он рассчитывает на то, что он вернется скоро, очевидно, делая такое высказывание. Иначе бы он делал высказывание о том, как все на самом деле обстоит. Мое мнение. А не о том, что я кот Леопольд, давайте не будем воевать. Ну вот как я это просто услышал и увидел. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Думаю, когда режим падет, когда люди начнут во что-то другое верить. Я думаю, на моем веку это произойдет. Вопрос в том, как скоро и вопрос в том, надолго ли. Вот. Ну вот я думаю, когда такое время будет. Надолго ли? Ну да, в 90-е годы. Ты веришь в новую спираль. Чуть-чуть свобода и... То, что у нас всегда за какие-то преступления никто не наказывается вот наверху, это, мне кажется, очень плохая, конечно, такая, знаешь, палка в колесе. И я очень хочу, я очень просто сильно мечтаю о том, что мы когда-нибудь пойдем, да, по такому пути, который избавился от диктатуры и начал развиваться. Но, блин, первая попытка провалилась, по крайней мере, вот после СССР. Ты допускаешь, что больше никогда не вернешься в Россию? Да. Тебе грустно от этого? Да. Особенно грустно от того, что я, может быть, не увижу никогда бабушек своих и дедушку. Они это понимают? Да. Вы проговаривали это словами? Думаю, это понимает моя бабушка одна, потому что другая уже толком ни хуя не понимает у нее Паркинсона. Ну вот, дедушка, мы с ним не общались об этом. А бабушка, да, она мне говорит, как бы там, сильно не газуй, а то никогда с тобой не увидимся. Вот. И я, к сожалению, конечно, понимаю, что, видимо, газуй-не газуй, но уже, уже, может, и не увидимся. Хуй знает. Просто, не знаю, ей 77 лет, и я не знаю, что будет завтра. Люди в таком возрасте, они могут прожить еще 10 лет, а могут прожить один день. В принципе, как и все мы, но они подвержены большему риску. Оказавшись сейчас перед Путиным, что бы ты ему сказал? О, блядь. Ну и вопрос. Я не знаю вообще. Я реально, блядь, боюсь, что я бы слов не нашел. Я не знаю, что делать с таким человеком. Реально. То есть, ну вот его увидишь, и что с ним делать? Ему 70 лет. Ну что, тоже вот, ну он ужасный, блядь. Ну вот, что вот, рука поднимется у меня или нет на него, не знаю. Сказать что-то, блядь, язык сломается, с ним разговаривать, слова тратить, нахуй. Не знаю, мне воздух жалко. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...